МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. Перевод котельных на природный газ, строительство гидротехнических сооружений, безработица, строительство детских площадок и дорог. Вопросами, которые волнуют жителей Куженерского и Парангинского районов, займутся в правительстве Мариел. Какие решения были предложены для того, чтобы предотвратить разрушение храма Покрова Богородицы? И могут ли земледельцы получить льготные кредиты на развитие хозяйства? Вместе с руководством региона Восточные районы республики посетила и наша съемочная группа. Будет ли рассматриваться программа перевода котельных на газ? Я обращаюсь сейчас к Министерству строительства. Нам нужен мониторинг. Мы должны понимать, какой у нас объем работы по замене котлов. Но, конечно, там, в тех населенных пунктах, где есть газ, мы должны сто процентов, даже независимо от степени износа, мы должны уйти в газовое отопление, магистральное. Вопрос из зала, ответ незамедлительный. Куженерский район, без сомнения, сельскохозяйственный. Здесь уже много лет выращивают и ячмень, овес, пшеницу. Активно работают кооперативы и семейные фермерские хозяйства. Какая будет поддержка правительства республики Мариел и Министерства сельскохозяйства в получении инвестиционных долгосрочных кредитов? Те направления поддержки, которые мы планируем оказывать тем предприятиям, которые занимаются молочным животноводством, это возмещение затрат на реконструкцию и реализацию молочных ферм, это раз. Во-вторых, это возмещение затрат на приобретение племенного молотника. Третье направление – это возмещение затрат на приобретение искусственного семени. И четвертое направление – это возмещение сейчас затрат на приобретение скорбанных догадывательных техники. Власть готова к открытому диалогу. На повестке дня самые волнующие темы. В преддверии нового учебного года директоров сельских школ интересует регулярная работа школьных автобусов и выделение лимитов на бензин. Это ложится на наши плечи, но мы обстановку понимаем, и на 1 сентября все автобусы выйдут. Здесь ведь не только речь идет о ГСМ, здесь обслуживание автобусов. На запчасти очень много надо. Есть предрейсовые мета-смотры. Поэтому будем работать, и автобусы 1 сентября все выйдут. Говорили и о качестве школьного образования в регионе. Чтобы выпускать конкурентноспособных учеников, обучаться в первую очередь. Должны и сами учителя. Морийский институт образования раз в три года переобучает всех педагогов республики. Будет или нет, наконец, новый у нас институт образования. Нам обещали. Сейчас он у нас находится в Семеновке, в село Семеновка. Но он очень непривлекательный. Мы же должны получить и квалификацию, и вдохновение, чтобы в основном сын приехал в школу работать. На сегодняшний день для института выделено новое здание. Поскольку это здание первоначально предназначалось для выставочного комплекса, то есть внутри необходимо завершить работу, достроить его до учебного здания. Поэтому вопрос, он, как сказать, в работе. Об образовании говорили и в Парангинском районе. В списке вопросов, поступивших Александру Евстифееву на прямую линию, проблема затянувшейся стройки школы в деревне Ильпанур. Все документы по вашей школе отправлены в Москву. Для того, чтобы в 2018 году выделили средства федеральные, эту школу достроить. Потому что стоимость школы действительно большая, и мы являемся активными участниками федеральной программы по строительству новой школы. Поэтому мы туда включились. Документы на вашу школу там, они сейчас рассматриваются. Школу в следующем году должны достроить. Неравнодушные жители Парангинского района говорили о реставрации храма Покрова Пресвятой Богородицы. Задача профильного министерства – решить все документальные проблемы. Задеяли тему здравоохранения. Есть проблемы в здравоохранении, о них шел разговор. Очень беспокоит людей реформирование в сфере здравоохранения, объединение межрайонных больниц. Это, в общем, не очень приветствуется. Есть проблемы в образовании, это материальная база, это долги за тепло по прошлым периодам, даже за 2015 год. Всех без исключения беспокоит проблема дорог, потому что понимают, что это сдерживает приход инвесторов. Всех беспокоит общекультурная жизнь. Считается, что они недостаточно имеют возможность окунуться в сферу культуры. Ну а в целом все районы живут, работают, позитивно настроены. Задача власти – помогать им развиваться и жить. Чтобы в дальнейшем все районы Мариэл не выживали, а процветали. Их главы должны сформировать перспективный план развития и представить его правительству республики. В том числе из таких первостепенных дел. И будет формироваться бюджет региона на следующий год. В числе приоритетов – повышение качества жизни населения Мариэл. Случайное происшествие или печальная тенденция. В воскресенье 20 августа на одной из незаконченных строек в Ешкар-Оле пострадала 13-летняя девочка. Упав с высоты второго этажа, она получила серьезную черепно-мозговую травму. Отмечу, это уже третий подобный случай за несколько недель. Там же в июле пострадали еще двое подростков. Кто виноват и что делать – в этом разбиралась наша съемочная группа. Эта группа в одной из популярных социальных сетей. А это число ее подписчиков. Причем, если обратить внимание, подавляющее большинство из них – это подростки. И вот как эти подростки отдыхают. Как видно на этом видео, снятом самими подростками, чаще всего такие забеги по городским крышам и игры на заброшенных стройках проходят и заканчиваются спокойно. Однако, не всегда. 20 августа 2017 года на одной из строек города Ишкаралы с высоты упала 13-летняя девочка. По данному факту, следственным отделом по городу Ишкарала, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мариел, незамедлительно начата доследственная проверка. По предварительным данным, дети играли на стройке, девочка упала с высоты второго этажа. В тяжелом состоянии она доставлена в больницу. В настоящее время проводятся мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Следователь обязательно установит, охранялась ли стройка и как подростки попали на ее территорию. Обращаюсь к родителям. Обязательно проводите с детьми воспитательные беседы в целях предотвращения подобных происшествий. А вот что мы увидели своими глазами, приехав на съемку к одному из заброшенных долгостроев города. Именно вот так эти дети решили провести солнечный и жаркий день не на озере, а в заброшенном здании. Что их на это мотивирует, сказать сложно, но факт налицо. Ребенок пострадал, серьезная травма и девочка находится в детской республиканской больнице. Так именно в эти дни Общероссийский народный фронт проводит мониторинг таких заброшенных мест. Далее группа экспертов будет выезжать на места. Далее мы будем формировать реестр так называемых объектов заброшенных. Далее будет у нас обращение и встречи с органами исполнительной власти и соответствующими надзорными органами по устранению, по, может быть, консервации или каким-то другим мерам, чтобы предприняли действия, чтобы наши подростки не гуляли по этим объектам. Поучаствовать в том, чтобы доступ на такие объекты был полностью закрыт, может каждый шкаролинец. До 1 сентября фотографии с адресами таких недостроев можно отправлять на адрес электронной почты 12-регион-собачка-онф.ру. Остается надеяться, что пример с пострадавшим подростком останется в республике единичным и станет показательным как для детей, так и для их родителей. Когда буква закона кошмарит бизнес, в Мариел прокуратурой выявлено около полутысячи нормативных правовых актов, нарушающих права предпринимателей. В ходе мониторинга нормативной базы органов регионального и муниципального уровня установлено, что права предпринимателей нарушаются практически во всех сферах правоотношений. Так, регламенты нескольких региональных министерств не содержали всех оснований для внеплановых проверок. Прокурорами Новоториальского, Мари-Турекского и ряда других районов вынесены протесты на правила землепользования и застройки сельских поселений. В них содержались незаконные положения о сроках проверки документов на выдачу разрешения на строительство. По протестам прокурора в соответствии с требованиями градостроительного кодекса приведено свыше 100 муниципальных нормативных актов, регламентирующих выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Эти регламенты с нарушением закона регулировали срок выдачи разрешений на ввод объектов в строй и не устанавливали исчерпывающего перечня документов. Напомню, Республика Мариел вошла в число регионов России, где в пилотном режиме реализуется проект по реформированию контрольно-надзорной деятельности. В работе контрольно-надзорных органов внедряется рискориентированный подход, а давление на бизнес должно снизиться примерно на треть уже в следующем году. Торговля по правилам и без. В Ешкарале сотрудники полиции и члены народных дружин совместно с журналистами провели рейд по торговым точкам столицы республики. В ходе рейда полицейские взяли объяснение у тех, кто торговал на улицах незаконно. Эти материалы будут направлены в администрацию города для рассмотрения. Продавцов предупредили об ответственности за отсутствие разрешительных документов на торговлю. В мэрии Ешкарала обращают внимание жителей города на опасность приобретения товаров и продуктов на улицах в тех местах, где торговать не разрешено законом. Гарантии того, что потребителям предлагается качественная и безопасная продукция, в таких случаях никто дать не может. Более подробно о том, чем и как торгуют в нелегальных уличных точках, а также о выборе качественных арбузов, мы расскажем в ближайших выпусках программы «12 новостей республики». Электронный листок нетрудоспособности. Это нашумевшее нововведение добралось и до нашей республики. Правда, пока количество выданных в мэриэл электронных больничных не превышает полусотни. Все ли медицинские учреждения региона сегодня готовы к работе в новом формате и станет ли теперь проще и пациентам, и докторам? Эти и другие вопросы напрямую мы адресовали управляющим региональным отделением Фонда социального страхования по мэриэл Александру Щитову. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Про электронные больничные в России говорят уже не один год. А начали ли жители мэриэл получать листы нетрудоспособности в электронном виде? Да, с 2014 года проект электронный лист нетрудоспособности был введен в нескольких регионах отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. С 1 июля, согласно постановлению правительства, он введен на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Республике Мэриэл. Давайте поясним, что такое электронный листок нетрудоспособности и в каких случаях он выдается. Электронный лист недрудоспособности, он представляет собой электронный документ со стандартными полями, то, что и обычный, то есть бумажный. Его заполняют специально на компьютерной программе и потом, значит, в дальнейшем отправляют в эрубационную систему ФСС России по защищенным, во-первых, каналам связи, которые имеют доступ работодатели и также и пациенты. В настоящее время можно пользоваться как бумажным носителем, так и электронным носителем. Они имеют одинаковую равную силу. Значит, все электронные листок нетрудоспособности, такое выдается, значит, будем говорить, при всех тех же случаях страховых, в частности, наступление временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, или при беременности и родах. Если смотреть у нас в республике, то первый лист недрудоспособности был выдан в электронном виде, это в городе Космодемиенске. Вначале было некоторое непонимование, боязнь, опасение, но после того, как мы пациенту разъяснили, каким образом и как, то есть стало взаимопонимание, и, в общем-то, пациенты с удовольствием переходят на листок недрудоспособности. Если заглядывать в дальнейшем, то на сегодняшний день у нас в республике уже выдано 48 листов в электронном виде нетрудоспособности. То есть, в частности, на той неделе я сам лично объезжаю районные больницы, где встречаемся главными врачами, замглавных врачей, объясняем, что, как пациентам, непосредственно и специалистам. Мы приезжаем со своими специалистами с фондоводеления нашего, и мы устанавливаем им электронную программу. И, в общем-то, в настоящее время это успешно запускается, и, можно сказать, проблем нет. Да, есть сложности, а сложности заключаются в том, что все-таки некоторые опасаются, а вдруг потеряется листок недрудоспособности и так далее. Но в самом деле он, наоборот, не теряется, в электронном виде все сохраняется. И самое главное, это же экономия и времени, и плюс экономия денежных средств, потому что очень много денежных средств тратится на изготовление этих листов недрудоспособности. Александр Андреевич, а на сегодняшний день уже все медицинские учреждения готовы выдавать электронные больничные, и имеют ли они такую техническую возможность? Нет, к сожалению, не все. Я сейчас могу перечислить, значит, те, которые у нас более активно работают в этом плане, это, значит, перечисляют Республиканско-клинический госпиталь ветеранов, МСЧ номер один, Республиканско-клиническая больница, перитональный центр, Космодианское ЦРБ, Ворсское ЦРБ, Звениговское ЦРБ и Оршанское ЦРБ. Не во всех у нас больницах есть даже интернет. Без интернета никто, ничто не может запустить этот электронный лист. Ну и плюс еще электронная подпись. Электронная подпись у врачей, те, которые выдают больничные листа, ну, в общем-то, секрета нет, это финансовые затраты. Но, к сожалению, пока идет не во всех больницах, но с трудом. Но, тем не менее, значит, есть у нас уже больничные листы, которые полностью цикл прошли, и, будем так говорить, и оплачены работодателем. Александр Андреевич, а чем, на Ваш взгляд, удобен электронный больничный и для пациента, и для поликлиники? Во-первых, для врачей и медицинских организаций это сокращение документа оборота и затрат. Документ необходимо, если вручную, несколько раз заполнять. То здесь, значит, заполнять не надо. Здесь, если что-то, все электроника первое. И, соответственно, значит, если бумажный носитель мы будем постоянно править ошибки, то здесь на компьютере оно сразу выдается лист, программа забивается. Если где-то ошибка, то лист, он остается на месте электронной трудоспособности, он в нашу подсистему не входит. Первое. Ну и, во-первых, внедрение этого электронного листа не трудоспособности исключает вероятность подделки документов этого листа не трудоспособности, потому что у нас есть случаи, где действительно мы сталкиваемся при проверке той или иной организации медицинской, имелись больничные листы. Ну и плюс это очень удобно, я говорю, и финансово выгодно. Александр Андреевич, что необходимо иметь при себе пациенту, который хочет оформить электронный больничный? И добровольно ли это дело? По паспорту поснился, но здесь, если вы пришли, вы должны добровольно написать заявление, что вы не против, чтобы вам выдали электронный больничный лист. Александр Андреевич, большое спасибо, что ответили на все наши вопросы. Спасибо вам. Жара продлится до четверга, причем пик зноя придется на ближайшие несколько дней. По прогнозу гидромедцентра, в последней декаде августа в Мариэл сохранится жаркая погода с температурой выше климатической нормы. Но начиная с пятницы, температура пойдет на спад и увеличится вероятность дождей. По предварительным прогнозам, в выходные дни сильных осадков не ожидается. Термометры покажут 21-26 градусов тепла. При этом заметно усилится западный ветер. Но основное похолодание произойдет только в начале следующей недели, когда даже днем будет не выше плюс 20. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем ютуб-канале и группах tvregion12 в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok